Если вдруг у вас случилось ДТП, поломка какая на дороге ЦКАД А-113, то залезайте в обязательном порядке, включите аварийную сигнализацию, одените светозвращающий шилет, выставите знак аварийной остановки, звоните 112. На отрезке федеральной трассы ЦКАД прошел очередной рейд по предупреждению происшествий с водителями грузовых машин. Сотрудники 14-го батальона ДПС совместно со службой аварийных комиссаров заезжают на специальные стоянки для отдыха АЗС и разъясняют водителям правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Два раза в день выезжают сотрудники, экипаж утром выезжает, объезжает все стоянки и вечером. Основой безопасного вождения является соблюдение водителями не только правил дорожного движения и удовлетворительное техническое состояние машины, но и режим труда и отдыха. Статистика показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Это в первую очередь связано, конечно, с невнимательностью и с усталостью водителей большегрузных машин. При возникновении любой внештатной ситуации, вынужденных остановках в случае поломки транспорта или ДТП, на федеральных трассах, в частности ЦКАД, необходимо вызвать службу аварийных комиссаров по короткому номеру звездочка 2323. Короткий номер звездочка 2323, занесите в мобильный телефон, звоните, обращайтесь, приедем, поможем. Водители с пониманием относятся к напоминаниям основных правил. В кабине должен быть специальный жилет, который нужно сразу надевать в случае аварийной остановки. Каждому водителю вручают информационные листовки и дополнительные световозвращатели. Я с водителем разговаривал, есть у вас группа? Они говорят, да, есть. Сфотографировали, соответственно, вот эти листовки наши, которые мы выдаем, там все действия прописаны, хорошо. Они сразу же выкладывают в группу. Когда останавливается на проезжей части, одеть светоотражающий жилет, выставить знак аварийной обстановки, включить аварийную сигнализацию, сообщить к службе 112. Профилактические рейды проводятся ежедневно. Их участники стараются охватить информацией как можно больше водителей и больше грузов. Екатерина Морозова, Сергей Берков, Раменское телевидение.